Ну а далее обсудим тему, как Финляндия отражает гибридную агрессию Российской Федерации. Финляндия закроет границу с Россией на ближайшие две недели, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. Об этом заявил премьер-министр Петери Орпо. Миграционный кризис является спланированной провокацией Москвы, уверены, в правительстве Финляндии. Швеция, Норвегия и Дания поддержали решение Хельсинки. Как Европа отражает гибридную атаку России, расскажет Кристина Домбровская. Финляндия ожидает увеличения числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страну через восточную границу, заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. По его словам, страна готова принять дополнительные меры, чтобы остановить этот поток и не намерена вести переговоры с Москвой о ситуации на границе. Эти меры были сочетаны необходимыми для защиты Финляндии и нашей национальной безопасности. Мы хотим послать России четкий сигнал. Это должно прекратиться. Для нас в данный момент это не вопрос прав человека, это вопрос гибридного нападения и национальной безопасности. И если потребуется, Финляндия готова принять дальнейшие меры в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами. С 18 ноября 2023 года Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, кроме одного. А 28 ноября финское правительство приняло решение о закрытии всей границы с Федерацией на две недели. По данным финских пограничников, в ноябре из России и Финляндию пытались попасть почти 900 нелегальных мигрантов. В основном из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака. Россия фактически использует людей, не только пропуская людей через финскую границу с недействительными или отсутствующими документами, чего раньше не было. Но у нас есть доказательства того, что Россия доставляет этих людей к границе и организовывает транспортировку. По данным государственной телерадиокомпании Ули, со ссылкой на начальника финского пограничного поста Вартиус, некоторых мигрантов российские пограничники буквально насильно выталкивали через границу. Нынешняя ситуация на российско-финской границе напоминает 2021 год, говорят эксперты. Тогда на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией скопились сотни мигрантов. Премьер-министр Латвии во время встречи с финским коллега заявила, Россия и Беларусь продолжают использовать мигрантов в качестве оружия. Мы должны понимать, что это не просто просители убежища, это гибридные атаки со стороны России и Беларуси. Да, это были трудные решения, которые пришлось принять правительству. Но мы являемся внешней границей ЕС. Мы несем ответственность за защиту наших территорий. Стокгольм поддержал закрытие Финляндии пунктов пропуска на границе с Россией. Премьер-министр Швеции уверен, ситуация на финской границе организована Россией и направлена на раскол Запада. Гибридные усилия России нас не удивляют, а теперь они доходят до Финляндии, потому что там находятся границы. Мы, Норвегия и Дания, если вы посмотрите на карту, являемся странами, которые, очевидно, пострадали бы непосредственно. Поэтому мы готовы внести свой вклад. Аналитики Института изучения войны отмечают, что попытка Кремля искусственно спровоцировать миграционный кризис на финской границе, похоже, провалилась благодаря оперативной реакции Хельсинки. Кристина Домбровская для телеканала Freedom. Об этой теме говорим с нашим гостем Алексеем Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов на связи со студией Freedom. Доброе утро. Алексей, здравствуйте. Доброе утро, друзья. И приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Алексей, ну вот последнее решение правительства Финляндии, закрыть последний пункт с Россией. Проблема решена или все-таки Россия настолько гибридная, что проблемы еще возможно ожидать, вплоть до повторения такого кризиса, как в начале 20-х годов на границе между Белоруссией и Польшей? Ну, вы знаете, благодаря решительности финнов, ну и в принципе, да, балтийских стран по ограничению транзита как товаров, так и людей, это получился очень эффективный, как по мне, асимметричный ответ на доктрину гибридной войны Герасимова. Ну, мне кажется, что на России не могли предположить того, что финны просто закроют абсолютно все пункты пропуска, прекрасно понимая, что, скорее всего, Российская Федерация будет дестабилизировать, возможно, да, гибридно дестабилизировать не только в самой Финляндии, но и в странах Балтии и в Польше, возможно, на Балканах. То есть, Финляндия, это не просто Финляндия в данном случае оказалась, это ворота в Европу, и тем более Финляндия уже страна НАТО. То есть, возможности для гибридной дестабилизации через финнов, через балтийцев огромное количество. То есть, Российская Федерация, загнанная в угол, путинская Россия, еще и накануне, соответственно, выборов, которые в конце березня должны пройти в России, они могут влиять много на что. Но если для них, например, тема Украины станет очень сложной, потому что каких-то военных достижений здесь нету, то они могут перейти, конечно же, к внутренней дестабилизации в Украине, показывать это как политическую победу, но они могут это же сделать, например, в Финляндии, или в странах Балтии, или на Балканах, которые сейчас стремятся, Европейский Союз, дестабилизировать их и оставить их в зоне, ну, конкретно Сербию, например, да, в зоне влияния Российской Федерации. Поэтому финны очень круто поступили, очень асимметрично, очень ответственно, и просто закрыли, так сказать, ворота для гибридной угрозы не только себе, не только маленьким странам Балтии, но и, в принципе, всей Европе. Ну, вот что просто интересно и напомнить нашим зрителям о том, что этот последний КПП находится в Лапландии, то есть далеко не ближний свет, причем, ну, все-таки Петери Орпо, премьер-министр Финляндии, отметил, что в понедельник на КПП, на КПП Рая Йосепи, так оно называется, подали заявки об убежище лишь несколько мигрантов, а во вторник вообще никого, ни одного. Однако, по словам Петери, Хельсинки в решении руководствовались не цифрами, а общей оценкой ситуации. Ну, и, естественно, только пока что на две недели. Они, наверное, посмотрят на дальнейшую ситуацию. Ну, и Орпо также сообщил, что правительство Финляндии готово принять неопределенные дополнительные меры в ответ на искусственно созданную Россией миграционной кризис. А как, по вашему мнению, какие это могут быть дополнительные меры? Ну, поскольку, давайте напомним, все-таки, по-моему, перевозки, чтобы приструнить в данной ситуации Россию, могут остановить перевозки грузовых, железнодорожных перевозок между Россией и Финляндией. Они ведь еще работают. Как вы считаете, до чего могут дойти Финляндию, чтобы остановить и приструнить Российскую Федерацию? Да, ну, все, что связывает любая логистика, она может быть приостановлена. Это абсолютно очевидно. Это те симметричные действия со стороны, как Финляндии. Я думаю, что они узгоджены, да, с Брюсселем, в том числе и с другими странами НАТО, что Финляндия, собственно говоря, и делает. А по поводу Лапландии, ну, так нечего россиянам на родину к Санта-Клаусу ехать. У них есть вон свой Дед Мороз, пусть они куда-то к себе в Сибирь или откуда он там, вот пусть они туда и едут. Ну, это если, это в плане шутки, конечно же, да. А на самом деле, да, я думаю, что как раз вот такие симметричные ответы. Сначала помните, с чего начиналось, что запрещали технику возить. Потом запрещали российские автомобили возить на территорию Пельского Союза. Теперь дошло уже, ну, собственно, до закрытия границ. Я думаю, что в случае какой-то оперативной информации, я не думаю, что они прямо очень быстро сейчас будут реагировать на это и закрывать железнодорожные перевозки. Все-таки это контракты, в том числе и европейские контракты. Поэтому это такая крайняя мера, которая будет реализована, возможно, будет реализована в случае какой-то оперативной информации через провозможные пути дестабилизации со стороны Российской Федерации. Но, повторюсь, мне кажется, это именно крайняя мера. Алексей, вот вы говорите о неком асимметричном ответе финнов на попытку дестабилизировать ситуацию с помощью зарубежных мигрантов. И, ну, я вижу в ваших словах некий позитив, но ведь России это, по сути, выгодно. То есть она закрывает границу чужими руками. И тут выгоды, ну, более чем очевидны. Сейчас уже проходят в Хельсинки там акции русскоговорящих. И сейчас Россия может очень даже громко пошуметь по этому поводу, что, мол, вот ущемление прав и так далее. Плюс я достаточно оригинально видел еще одну выгоду для России, что, мол, пока тихо будет, да, накануне выборов. А после выборов новая волна мобилизации. И вот эту еще лазейку для потенциальных мобилизованных, она будет перекрыта. Но, опять же, не российской стороной, а финской. То есть сбегать от мобилизации в Финляндии не будут. Вот как вы к этому относитесь? Ну, вы думаете, финнам не все равно, о чем будут говорить на пропагандистских путинских телеканалах. О чем будет историть Скобеева и Соловьев, там, брызгая слюну с рта. Ну, честно, более того, вся социология, все официальные, даже более того, лица финской страны говорят одно, что тотальное большинство финн поддерживает наиболее радикальные, асимметричные ответы на возможную гибридную угрозу со стороны Российской Федерации. И все прекрасно понимают, и страны Балтии, и Финляндия, что, конечно же, есть русскоязычные, которые являются проводником этого русского мира. Но, как и русский язык, в принципе, ничего плохого в нем нету, конечно же. Но, когда он является инструментом для гибридной войны, для гибридных угроз со стороны путинской России, то, конечно же, такие направления, они будут ограничиваться. То есть, ну, какой митинг русскоязычных? Ну, это смешно. Чем больше этот митинг русскоязычных выйдет, ну, например, в Хельсинки, тем больше их на карандаш поставят, каждого из них, и будут понимать, откуда ждать следующую угрозу. Поэтому сейчас все уши держат востро, так сказать, и свои национальные интересы, они превалируют, они прежде всего будут реализовываться, вне зависимости от всего остального. Но по поводу закрытия границы со стороны Финляндии, повторюсь еще раз, что финны поддерживают двумя руками такое решение. А куда их будут уходить, убегать от мобилизации русские? У них еще территория огромная, так сказать, России, есть еще страны Азии, есть Ближний Восток, хотят, вон пусть Китай убегают. Я думаю, что на самом деле финнам абсолютно все равно, куда они будут убегать. Да, ну а вот куда будут деваться те же мигранты? Вот если посмотреть данные отдела по вопросам предоставления убежища, иммиграционная служба Финляндии, некоторые изыскатели убежища, которые пересекли уже границу в течение последних недель, получили уже отрицательное решение о предоставлении убежища, но все еще могут подать эпиляцию. Ну а другие отозвали вообще свои заявления. Ну а куда дальше деваются эти мигранты? Куда они направляются, депортируются или обратно на территорию Российской Федерации? Как вообще этот механизм в Европе, если знаете, работает? Почему Российской Федерации удавалось столько лет манипулировать этим явлением? Ну потому что в Европе уважают прежде всего права человека. Это абсолютно очевидно. В Европе закон и право — это не пустой звук по отношению к Российской Федерации. В Европе... Так, ну давайте восстановим связь, а пока добавим, что... Слышите нас, Алексей? Да, Алексей. Да, о, мы вас слышим и видим уже. Да, продолжите, пожалуйста, свои музыки. Я говорю, что... Да, продолжу, с вашего позволения. Я говорю, что в Европе обязательны для исполнения решений ЕСПЧ. То есть Европа живет абсолютно в правовом поле. Да, конечно, когда отказывают в убежище, в политическом убежище в частности, да, то эти люди, конечно же, депортируются. Но очень, опять же, редко, потому что нужно понимать, что если человек действительно просит убежище и действительно он пытается скрыться от путинского режима, то в случае депортации его, может быть, жизнью и здоровью быть определенный риск. Поэтому все эти нюансы, они, конечно же, учитываются при принятии, скажем, полноценного решения. Более того, поскольку Российская Федерация признана, да, тоталитарным режимом, да, официально, по решению ПАРЭ, то таких отказов на самом деле может быть довольно мало, потому что все будут ссылаться на политическое преследование, и поэтому всем придется давать убежище. А это мало того, что, так сказать, на бюджет дополнительная нагрузка, это еще и, опять же, риски того, что это засланы люди российскими спецслужбами. И наполнение, наводнение, так сказать, такими россиянами, которые ищут убежище Европейского Союза, тем более перед выборами самой Российской Федерации, это довольно-таки опасная затея. Поэтому финны все это, конечно же, просчитали. Они все-то понимают, и они поняли, что им проще просто закрыть границу, чтобы этих вот заявок про получение убежища и нелегальное пересечения границ просто приостановить. Тем более, с российской стороны, они же пускают этих россиян без визы, без чего угодно. То есть это просто открытая граница, по большому счету, а это вызывает определенные сомнения, потому что это довольно-таки нечестная игра со стороны Российской Федерации, и они не исполняют всемирные требования таможенные, прохождение границы. Потому что возьмите любую таможню любой страны, вас сначала проверят с одной стороны, потом вас проверят с другой стороны. А тут получается свободный поток, так сказать, в Финляндию, а Финляндия получается, мол, плохая, что она закрывается. Нет, Финляндия, как граница не только Финляндии, но и граница Европейского Союза, прежде всего, будет думать про свою безопасность и про безопасность, собственно, европейских других стран. Алексей, ну, у нас, во-первых, полторы минуты максимум, поэтому коротко. То есть, если на пути потока ставить препятствие, все зависит от того, насколько сильны потоки, насколько сильные препятствия. Вынесла Европа выводы из польского кризиса приграничного или и в Финляндии это не тот масштаб? Нет, конечно, они прямо говорят про аналогию с белорусско-польской границей, с созданием, искусственным созданием миграционного кризиса, как элемента, кстати, гибридной войны. Так они это и формулируют, когда Россия умышленно привозила людей со Средней Азии, с Ближнего Востока и наполняла вот эту вот белорусско-польскую границу, тем самым давя на правительство как Польши, так и, собственно говоря, Евросоюза, пролоббирование своих интересов. Может ли это повториться на российско-финской границе? Да, конечно, может, потому что на самом деле Россия, главное одно, дестабилизировать других, чтобы играть на этом свою политическую игру и реализовывать свои политические интересы. Опять же, резюмируя, понимают ли это финны? Понимают ли это маленькие страны Балтии? Конечно же, и действия их не... Как раз вот повторю, опять же, свою тезу базовую. Их не решительные, довольно радикальные действия, они могут просто сломать русскую игру, и они просто не будут знать, что в таком случае делать, потому что просчитать, закрыть полное закрытие границы от Финляндии, было, я думаю, очень сложной задачей. Алексей, спасибо, услышали вас. Алексей Боряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи.